Сегодня мы с ветеранами, с молодежью, с воспитанницами Духовного Регинского училища, с женщинами из Ассоциации Вдов Чернобыля празднуем День освобождения Одессы. Очень знаменательная дата для всех одесситов – 70 лет со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Я, Святослав Фагринчук, пришел поздравить совравшихся гостей, ветеранов, вдов, молодежь от имени Юдарда Гурвица с этим знаменательным праздником. У Юдарда Иосифовича ввиду его занятости, исполнения своего долга перед одесситами и гражданами Украины не получилось приехать, поскольку он находится сегодня в Киеве, в Верховной Раде, и защищает нашу Одессу от сепаратистов. Я убежден, что Эдуард Иосифович своим политическим влиянием и авторитетом нанесет удар по сепаратистам и не позволит Олегу Брандаку и его куратору лишить ветеранов испаритунка права общаться на их территории, в их помещении, отмечать их праздники, лишая их последней радости и права на человеческий образ жизни. Мне, как коренному одесситу, очень больно было услышать от представителей паритунка, что профессионалы партии регионов, которые сегодня возглавляют Труханов и Брандак, хотят продать с молотка их помещения. Совершенно им ни в чем не помогают, вот тут пустые обещания. Почти год мы уже сражаемся за право паритунка, чтобы им продлили на льготных условиях аренду. Мне ветераны сообщили, что только Эдуард Иосифович в последнюю свою каденцию помогал ветеранам. Никто ни до, ни после им не помогал. Из бюджета им начислялись немалые суммы. Это 2008, 2009, 2010 годы. После этого они ни копейки, ни гроша, ни в материальном, ни в моральном виде не получали знаков внимания и уважения. Это очень обидно, потому что я думаю, что эти героические люди не для того сегодня тогда проливали свою кровь, борясь за целостность и единство нашего государства, чтобы кто-то отбирал у них помещения, выгонял их в подвалы и пытался разделить нашу страну. Я думаю, что эти вещи недопустимые и подобное надо пресекать. Мы не имеем права сегодня оскорблять ветеранов подобным поведением и допускать, чтобы люди корыстные, наглые, у которых нет ни чувства долга, ни святыни, позволяли себе издеваться, кощунственно издеваясь над всем дорогим, что значимо для наших ветеранов. Эдуард Иосифович сегодня, благодаря ему, организован замечательный концерт. Алексей Семенищев, группа «Мамины дети» споет для ветеранов песни «За Одессу военных лет», с которыми ветераны побеждали. Благодаря этим песням, героическому подвигу ветеранов, Одесса вошла в историю как первый город в Советском Союзе, который получил почетное и достойное звание города-героя. И мы, одесситы, несем этот героический дух в своих сердцах, передавая его молодому поколению.